МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События, которыми запомнилась уходящая неделя в программе «Область события. Факты». В студии для вас работает Наталья Ткачук. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Модернизация БАМа и Транссиба. В Тынгинском округе на границе с Якутией открыли крупную грузовую железнодорожную станцию. В натуральном или денежном варианте. Амурским льготникам рассказали, что входит в набор социальных услуг и какой вид поддержки лучше выбрать. Первый в Амурской области. На базе Дальневосточного аграрного университета заработал военный учебный центр. По букве закона. Амурчанам рассказали, как сегодня контролируются права и обязанности коллекторских организаций. А сейчас об этих и других темах более подробно. На минувшей неделе Василий Орлов официально вступил в должность губернатора Амурской области. На прошедших выборах его кандидатуру поддержало рекордное количество избирателей – более 82% голосов. Торжественная церемония инаугурации прошла в Благовещенске. На ней присутствовали главы амурских муниципалитетов, руководители федеральных ведомств, депутаты законодательного собрания, деятели культуры и другие приглашенные. Вновь избранный глава региона вместе с символами власти получил и несколько необычных презентов. Каких именно, расскажет Юрий Камышный. На инаугурацию Василий Орлов пришел вместе с супругой и мамой. Приглашенные на церемонию встретили их стоя под аплодисменты. После этого в зал вынесли флаги России, Амурской области и символы губернаторской власти – штандарты и золотую цепь. Первым на сцену поднялся председатель областной избирательной комиссии Руслан Головин, который подвел итоги прошедших выборов и назвал имя нового главы региона. Избирательная комиссия Амурской области постановила признать выборы губернатора Амурской области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Амурской области Орлова Василия Александровича, получившего 192 134 голоса избирателей, что составило 82,38%. После этого уже вновь избранный губернатор на тексте Конституции России и Уставе Амурской области произнес традиционную клятву на верность своей стране и области. Вступая в должность губернатора Амурской области, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы Амурской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить для процветания региона и благополучия его жителей. Одним из первых, кто поздравил Василия Орлова с переизбранием, был заместитель полномочного представителя президента России в ДФО Михаил Каган. Разрешите от имени и по поручению полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева поздравить Вас с вступлением в должность. Убежден, что Ваша работа в этой должности улучшит жизнь амурчан. И Амурская область занимала, занимает и будет занимать достойное место на нашей карте, нашей любимой Родины. От законодательного собрания области Василия Орлова поздравил председатель Амурского парламента Константин Дьяконов. Свой приветственный адрес главе региона передали и главы муниципалитетов. От их имени выступил председатель ассоциации Станислав Милюков. С собой он принес и несколько символичных подарков для губернатора. Среди них был и томик выражений китайского философа Лао Цзи. Это символизировало не только разворот политики и экономики нашей страны на восток, но и то, что Василий Орлов прекрасно владеет языком поднебесной. Посоветовали с главами. Эта ручка, она никогда сбоев не дает. Когда будете субсидии распределять, вы, пожалуйста, имейте в виду, что мы их очень ждем. Ну, с учетом того, что наша область приграничная, с учетом поворотов на восток, мы подумали, что, наверное, ну, вы-то китаевед или китаист, как правильно? Ну, как-то правильно. Мы решили вам подарить книгу Лао Цзи, высказывание. Наверное, она у вас есть, или Конфуция есть. Но это, я, кстати, начал изучать Конфуция Лао Цзи, получилось два, в общем-то, разные мнения. Приветственный адрес от патриарха Московского и всея Руси Василию Орлову передал архиепископ Благовещенский Тындинский Гавриил. Уже после всех поздравлений вновь избранный губернатор рассказал, что все, что было сделано за последние пять лет, это заслуга не только его, но всей команды, с которой он работает. Отдельное слава благодарности Василий Александрович выразил своей семье. Я хочу отдельно поблагодарить семью, родителей, супругу, дочерей за то, что все это время они всегда меня поддерживали, я эту поддержку всегда чувствовал, она очень важна. Ну и в качестве пожелания нашей команде следующие пять лет будут интересными, мы обязательно продолжим все, что начали. Давайте отработаем эту пятилетку так, чтобы, как сказал классик, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Надо сделать так, чтобы наши дети нами гордились. Я уверен, что все у нас получится. Благодарю всех успехов и удачи. Одна из задач, которую поставил губернатор на ближайшую пятилетку, увеличить производство валового продукта в регионе до одного триллиона в год. И предпосылки к такому росту у области есть за последние пять лет. Этот показатель вырос в регионе в два раза и уже составил 600 миллиардов. Юрий Камышный, Юрий Кантомиров, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. В следующем году участников СВО из Преамурия вновь освободят от транспортного налога. Меру поддержки продлят по инициативе губернатора Василия Орлова. Решение освободить от транспортного налога участников спецоперации приняли в прошлом году. По мнению губернатора области, льгота действенная, ее нужно продлить на следующий год. В региональном Минэкономразвитии добавили, что от уплаты этого налога также освободят сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса. Речь в первую очередь идет о бронетанковом ремонтном заводе в Вожаевке. Получить льготу на одно авто без ограничений по мощности смогут сотрудники, проработавшие на предприятии более одного года. Законопроект в первом чтении депутаты Амурского ЗАГС планируют одобрить на предстоящем заседании. Вынос флага России. Клятва курсантов вручения погон. В Амурской области открылся первый военный учебный центр на базе Дальневосточного аграрного университета. В торжественном открытии приняла участие съемочная группа АОТВ. Я, курсант военного учебного центра, торжественно обещаю быть преданным своему отечеству, своему народу, свято чтить память предков и боевые традиции российской армии и флота. Клянусь! Быть преданным традициям, дорожить званием, защищать родину поклялись на плацу 36 студентов Дальневосточного ГАУ. Учащиеся 2-го и 3-го курсов стали курсантами военного учебного центра. Занятия организованы параллельно с основным учебным процессом. Готовят здесь сержантов и рядовых запасов. Программа обучения заключается в теоретической подготовке. То есть сержанты учатся 2 года, солдаты 1,5 года. И в конце обучения, то есть это будет в 2025 году, они уезжают на 30-дневные сборы на базе одной из воинских частей Восточного военного округа, где будут проходить, закреплять свои знания практическими действиями. Стрелять, водить, все, что они учили здесь теорию. Тактическая, строевая, инженерная подготовка, эксплуатация и вождение боевых машин. Более 10 военных дисциплин будут осваивать студенты в военном центре. Поступить в него могли все желающие, но только пройдя спортивные и психологические тесты. Третий курсник Арсений приехал с Константиновского района. При поступлении выбирал между Двуку и аграрным вузом. Теперь, получается, поймал двух зайцев. Это будет хорошим опытом познать воинское дело, опробовать себя в таких ситуациях и будет, мне кажется, очень даже интересно и даст понимание воинской жизни в общем и целом. Преподаватели, офицеры запаса, материальная база, как в военном вузе, автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, мины, БМП. По центру отвели два здания с учебными классами, комнаты оказания первой медицинской помощи. Отдельно 50-метровый и электронные тиры, гараж. Оборудование поступает от Министерства обороны. Это хорошая возможность для ребят во время обучения, получения выбранной специальности, пройти военную подготовку и вместе с дипломом об образовании получить военный билет. И у них гораздо больше возможностей. У них возможность сразу приступить к профессиональной деятельности, либо связать свою дальнейшую жизнь с работой в одной из силовых структур. По словам ректора, военный центр – это продолжение традиции. До 2008 года здесь существовала военная кафедра. С его открытием студенты получат возможность выбирать, служить или не служить в армии после учебы. 36 новобранцев будущих сержантов уже приступили к обучению. В январе ВУЦ пополнится еще на 72 студента. Сейчас подобные военно-учебные центры действуют в 19 гражданских вузах страны. Новую грузовую железнодорожную станцию запустили в Амурской области. Она расположена в Тындинском округе на границе с Якутией. Старт работы объекта дал губернатор Василий Орлов. Подробности в следующем материале. Новая железнодорожная станция – часть проекта по развитию угольно-логистического кластера. В 72 километрах разрабатывают Сылахский разрез. Месторождение находится на территории Якутии. Рецензионная площадь участка составляет 220 квадратных километров. Запасы у клянств 140 миллионов тонн. Представлены двумя целевыми пластами. Пластка А12 и А4. Запасы предназначения в разных частях распределены между участком Сылахским и через реку Сылах на участке Кангурчинский. Запасы для открытых горных работ составляет 72 миллиона тонн. Запасов угля здесь 140 миллионов тонн. Специалисты считают, что в перспективе можно добывать до 500 миллионов тонн. Василий Орлов отметил, если предприятие будет добывать на разрезе 6 миллионов тонн в год, то оно обеспечено сырьем практически на 100 лет. При этом новую железнодорожную станцию построили в рекордные сроки. Менее чем за два года за счет частных инвестиций. На возведение ушло 3 миллиарда рублей. Рассчитана стройка в принципе по проекту она в три этапа строительства идет. Первый этап строительства это у нас уже сдан в августе 2023 года. Производительная мощность 4,5 миллиона тонн в год. И первый уголь загрузили 1 сентября, первый вагон уже загрузили в августе 2023 года. Меньше чем за два года? Меньше чем за два года. Модернизация БАМа и Транссиба идет по поручению президента Владимира Путина. Как отметил губернатор Василий Орлов, сейчас важно обеспечить соответствующую загрузку Байкала-Амурской магистрали. Станция ежегодно сможет отгружать до 6 миллионов тонн угля. Построена полностью за счет частных инвестиций в рекордные сроки менее двух лет. Это все одно предприятие, один инвестор, компания «Антрацит Инвест», которая, соответственно, разрабатывает и салакское месторождение, и за счет своих средств построила, фактически модернизировала эту станцию, и, соответственно, уголь пойдет у нас по БАМу на порты. В том числе этот уголь может пойти на потенциальный мост наш Джалин-де-Махэ. Вы знаете, что он у нас в проработке находится, мы сейчас активно прорабатываем финмодель с китайскими партнерами. 20 миллионов тонн будет составлять пропускная мощность этого моста, из которых 17 миллионов тонн – это уголь. В тестовом режиме станцию запустили 1 сентября. Меньше чем за месяц на ней отгрузили 46 тысяч тонн. И почти 800 тысяч тонн планируют отгрузить до конца года. У предприятия большие планы. При выходе на проектную мощность на нем будут работать 300 человек. Сейчас вот начинаем стартовать, начинаем улучшать условия жизни наших работников на участке. Будем строить общежития для рабочих, ЛТР, бытовой комплекс, это уже проектные здания, сооружения. Все материалы уже начинают завозиться. Планируем в первом квартале уже первое общежитие сдать. Новые угольные предприятия по меркам и общероссийскому достаточно крупные, потому что по запасам на сегодняшний день у нас по подтвержденным, которые стоят на балансе, это 140 миллионов, но мы на этом не останавливаемся, потому что в целом предприятия с огромными ресурсами, как минимум понимаемым, это до 700 миллионов тонн. И я уверен, что еще дальнейшее развитие будет, можно говорить, про миллиарды уже тонн. Поэтому на сегодняшний день это только старт, старт строительства самой станции, работы самого угольного разреза. А на дальнейшем, перспективой, я уверен, что это будет, наверное, самое крупное предприятие в Южной Якутии, в том числе в Амурской области. Во время торжественного запуска станции Василий Орлов вручил благодарственные письма губернатора строителям. Валентина Абрамова, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Коллекторы, правомерность их действий. Этой теме посвятили прямой эфир, который состоялся на площадке Центра управления регионом. На вопрос амурчан ответила представитель правового отдела управления судебных приставов России по Амурской области. Было озвучено, что с 2017 года в силу вступил закон, регулирующий деятельность профессиональных коллекторских организаций. Однако, не все о нем знают и продолжают терпеть незаконные методы работы некоторых специалистов профильных компаний. Тему продолжит наш корреспондент. Контроль за коллекторской деятельностью ведется с 2017 года. Этим занимается Федеральная служба судебных приставов. Все легально работающие организации включены в государственный реестр. Сегодня туда внесены сведения о 546 компаниях. Одна из них зарегистрирована на территории Амурской области. По словам заместителя начальника правового отдела управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области Лены Лопуховой, где бы не была зарегистрирована коллекторская организация, она может осуществлять действия на территории всей Российской Федерации. Да, действительно у жителей не только нашей области региона не совсем хорошая ассоциация с коллекторами. И это действительно связано с тем, что до 2017 года не регулировалась отдельно законодательством данная деятельность. Именно с принятием закона, с введением государственного реестра коллекторские организации стали осуществлять свою деятельность в рамках закона. И таких вот случаев громких, когда как были в 90-е годы, их уже, конечно, гораздо меньше, практически нет. В настоящее время профессиональные коллекторские организации работают в рамках 230-го федерального закона, который полностью регламентирует способы взаимодействия, чистоту, права и обязанности коллекторских компаний. Так, например, коллекторы или кредиторы вправе осуществлять личные встречи, телефоны, переговоры, направлять СМС-сообщения и письменные уведомления. Закон молодой, да, он принят только в 2016 году, вступил в законную силу с 2017 года. Для закона это совершенно еще маленький возраст, поэтому он меняется, какие-то вносятся изменения, но вся основная деятельность, что можно осуществлять, она регламентирована законом. Допустим, регламентирована чистота взаимодействия, что личные встречи могут осуществляться не более одного раза в неделю. Телефонные переговоры не более одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми раз в месяц. Нельзя осуществлять взаимодействие в ночное время, то есть в рабочие дни, это после 22, звонки личной встречи запрещены. В праздничные выходные это после 20.00. Чаще всего, отметила Елена Лопухова, амурчане жалуются на неподобающие СМС и звонки с угрозами физического насилия. Только за 8 месяцев текущего года в Управление Федеральной службы судебных приставов поступило 75 обращений, составлено 30 протоколов о правонарушениях. За нарушение 230-го федерального закона предусмотрена административная ответственность. Так, кредиторы заплатят штраф в размере от 50 до 500 тысяч рублей. Коллекторов, кроме ощутимого штрафа, еще и ожидает приостановления деятельности до 90 суток. Как было озвучено, во время прямого эфира с 21 июля этого года вступил в законную силу 323-й федеральный закон. Он устанавливает уголовную ответственность за незаконные действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с применением угрозы физической расправы, повреждения имущества, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника. Предусмотрена уголовная ответственность, начиная от штрафа в размере 300 тысяч рублей и принудительных работ, вплоть до лишения свободы, до 10 лет, и штраф уже 5 миллионов рублей. И предварительное следствие по данной категории уголовных дел отнесено к компетенции органов внутренних дел. Если вам или вашим близким отметила Елена Лопухова поступают угрозы физической расправы, то в первую очередь необходимо срочно обратиться в правоохранительные органы и в службу судебных приставов. Ольга Сысой, Амурское областное телевидение. Амурчане, получающие федеральные льготы, в срок до 1 октября должны определиться, в каком виде получать государственную поддержку, в натуральном или денежном. О том, что входит в набор социальных услуг, рассказали на пресс-конференции, которая прошла в региональном правительстве. Если это впервые, то есть, например, гражданин впервые признан инвалидом, то мы проактивно, беззаявительно назначаем ежемесячную денежную выплату и в этом случае набор социальных услуг изначально назначается в натуральном выражении. На следующий год, чтобы выбрать, в каком же виде будет получать гражданин данные услуги, в натуральном или в денежном виде, надо подать заявление. Заявление подается до 1 октября. И, соответственно, те граждане, которые у нас планируют уже, например, съездиться на санаторно-курортное лечение, либо, например, готовиться к операции с выездом из другой регион. Соответственно, уже сейчас надо понимать и определять форму получения набора социальных услуг. То есть, до 1 октября. Соответственно, до 1 октября подается заявление. Заявление можно подать либо через портал госуслуг, либо обратиться в клиентскую службу социального фонда, либо через МФЦ. Действовать заявление начинает с 1 января следующего года, в течение которого льготник получает ту поддержку, которую он выбрал, денежную или натуральную. Последняя категория включает выделение медицинских средств или изделий, путевку и бесплатный проезд на санаторно-курортное лечение. Кроме того, закон предусматривает, что некоторые услуги можно выбрать в натуральной форме, некоторые услуги можно в денежной форме. Например, гражданам по какой-то причине не рекомендовано санаторно-курортное лечение. И, соответственно, не нужен тогда и проезд на санаторно-курортное лечение. Поэтому, конечно, логично выбрать именно эти услуги в денежной эквиваленте. А, соответственно, услугу по получению лекарств выбрать в натуральном виде. Для инвалидов первой категории ежемесячная денежная выплата составляет около 5000 рублей. Второй группы – 3500, и третьей – 2800. Для ветеранов боевых действий почти 4000 рублей. Хотелось бы обратить внимание всех лиц, которые имеют право на обеспечение по федеральной льготе, не отказываться и не брать денежное содержание, которое в целом составляет на один рецепт 1100, 32, как сказала Елена Владимировна. По нашим предварительным расчетам средний рецепт, а их может быть несколько выписан, на несколько препаратов, составляет 1700-1800 рублей. Самая, так скажем, дорогостоящая категория препаратов – это бронхиальная астма, это сахарный диабет, это расходные материалы. Я бы призвала наше население не отказываться и не брать денежные компенсации, потому что потом теряется возможность у пациента получить бесплатно лекарственные препараты из других источников. У нас есть уже судебная практика, которая нам позволяет, так скажем, отказывать в выписке бесплатных лекарственных препаратов льготной категории граждан, которые выбрали монетизацию. Выбрать, в каком виде получать набор социальных услуг льготник может лишь раз в год. В случае отсутствия лекарственных препаратов в медицинских организациях, пациент обеспечивается аналогами за счет областного бюджета. А сейчас коротко о том, что ждет вас во второй части нашей программы. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили качество воды в благовещенских автоматах. 12 спектаклей и более 30 фильмов. 21-й фестиваль кино и театра «Амурская осень» завершил свою работу. Истории Байкала Амурской магистрали посвящается. В Тынде идет активная подготовка к 50-летнему юбилею с начала строительства БАМа. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Тында готовится отметить 50-летний юбилей с начала строительства БАМа. К этой исторической дате в северной столице Приамурья завершится реализация нескольких мероприятий. Среди них ремонт дорожной инфраструктуры и реставрация различных учреждений и фасадов зданий. Один из самых ярких проектов – создание муралов. Объемные изображения посвящены истории Байкала Амурской магистрали и людям, которые ее возводили. Часть работы уже торжественно открыли для всеобщего обозрения. Остальные будут готовы к масштабному юбилею, который отметят в следующем году. Подробности далее. Вот так торжественно с перерезанием красной ленты в Тынде открывают целую аллею муралов. На фасадах домов вся история начала строительства магистрали. Почетный житель столицы БАМа герой социалистического труда Иван Варшавский хорошо помнит как все начиналось. Он был одним из первых строителей комсомольцев, которые приехали в глухую Амурскую тайгу. Он застал и знаменитые бочки диагена вагончики, где жили бамовцы. Своими глазами видел, как на смену им появились уже высотные здания, стены которых также были украшены живописью. Забытые хорошие старые вспомнили. Потому что в молодости я помню муралы были Ленин, Сталин, космонавты, спутник. А потом это дело было забыто. Конечно, приятно смотреть. Я думаю, что на всех домах появится по всей тыне разное изображение. Кстати, стилистика современных муралов совпадает с той, которая была в советскую эпоху. Для создания эскизов были взяты плакаты того времени. Интересно, что одну из работ сгенерировала нейросеть. Остальные создавались с учетом пожеланий жителей города. Это как бы местный бренд, скажем так. И хотелось как-то его поддержать. В каком-то смысле где-то переработали мы эти мотивы, где-то ставили как на музей в том виде, как они изначально и были. То есть это вырезки из различных плакатов исторические, которые скомпонованы, немножко доработаны и собственно вот такие эскизы у нас в итоге получились. Пока создано пять объемных изображений, к следующему году сделают еще три. Каждый мурал будет напоминанием о героическом и самоотверженном труде первых строителей Байкала Амурской магистрали, которая 50 лет назад совершили казалось бы невозможное. Построили. Бам! Юрий Камышный, Вячеслав Попель, Тимофей Овчинников, Амурское областное телевидение. Автоматы с питьевой водой появились почти в каждом районе Благовещенска. Воду в них можно набрать в любое время суток и за меньшую цену, чем в магазине. Как и кем контролируется ее качество, узнавал корреспондент АО ТВ. Перчатки, шапочка, маска. Чистота и стерильность – главные условия работы специалиста по отбору проб воды. Перед процедурой краны, все поверхности, которые могут соприкасаться с жидкостью или бутылкой, дезинфицируются спиртом. У нас стерильная емкость. Снимаем колпачок, подставляем крану и производим забор проб воды. После отбора проб воды мы оформляем протокол отбора проб и доставляем в лабораторию. Для чистоты анализа пробы обезличиваются. Им присваивают только номер, не упоминая, с какого автомата их брали, указывают время. В лабораторию они должны быть доставлены не позднее 6 часов. Дальше регистрация в приемном отделении и передача на исследование. Первый прибор, через который проходит вода, мембранный фильтр. Одновременно через него прогнать можно до 9 образцов. Емкости дезинфицируются огнем. После фильтрационной мы, получается, достаем мембранный фильтр и помещаем его на чашку ветра с питательной средой. В термостате при благоприятной температуре в 37 градусов материал хранится сутки. Этого достаточно, чтобы на образце проявились микробы, если вода загрязнена, если чистая, поверхность фильтра остается без изменений. Исследуем на такие показатели, как общее микробное число, обобщенные калифорные бактерии, энтерококки, эшерихия, коле. В случае отсутствия колонии мы выдаем отрицательный результат. В случае, если есть рост на питательных средах, мы проводим дальнейшую дифференциальную диагностику выросших колоний и исследование продлевается до 4 дней. Результаты исследования направляют Роспотребнадзор. Если в пробе обнаружены патогенные микроорганизмы, специалисты выясняют причины загрязнения, проверяя все этапы производства и транспортировки до потребителя. По словам представителя одной из компаний по доставке воды, природный ресурс проходит несколько этапов очистки и проверки, прежде чем попасть в автомат. Наша вода проходит семиступенчатую очистку. Начиная со скважины, как только наш насос забрал воду из водоносного горизонта, она быстро проходит первую очистку мембранного фильтра и далее по ступеням. То есть песочный фильтр, угольный, несколько слоев, дальше опять мембранный. И также мы используем еще одну технологию, это озонирование. Таким образом мы насыщаем большим количеством кислорода эту воду. Для сохранения качества воды бутылки, автоцистерны, бочки в автоматах регулярно обрабатываются спецсредствами. В емкостях поддерживается оптимальная температура. В Благовещенске сегодня установлено 100 водоматов. Из-за большого спроса качество этой воды находится на особом контроле специалистов Роспотребнадзора. Мы контролируем в рамках мониторинга, ежемесячно проводим отбор проб в водоматах на то, чтобы посмотреть насколько она безопасна, в том числе с точки зрения микробиологии. Кроме этого у нас владельцы водоматов и скважин сдают воду ежемесячно в рамках производственного контроля на исследование в нашу лабораторию. За этот год у нас исследовано более 60 проб воды из водоматов. Ну, к счастью, она была вся соответствующая требованиям безопасности. Ирина Батина, Михаил Величкин, Амурско-областное телевидение. Также на контроле специалистов Роспотребнадзора и питания школьников. Главное в оценке качества, чтобы пища была питательной и здоровой. С начала года эксперты проинспектировали почти 300 пищеблоков. В учебном заведении села Чигири вместе с ними побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Ольга Сысой. В учебном заведении одно из любимейших мест у школьников это столовая. С 2021 года в области разработан региональный стандарт питания. Он содержит в своем составе 24 вида меню. Школа сама формирует ежедневный ассортимент своей столовой и составляет колораж, необходимый для детей. Самое главное, чтобы из пищеблока ребята уходили сытыми. За этим следят специалисты Амурского управления Роспотребнадзора. В ходе ведомственной проверки в школе села Чигирилла Баран взяла пробу полноценного обеда, первого, второго блюд, десерта, компота и даже хлеба, чтобы определить количество белков, жиров и углеводов. В этом меню содержатся такие продукты питания, как куриные шашлычки, наггетсы, школьная пицца. Оно приготовлено с щадящими методами с помощью пароконвектоматов. То есть питание полезно и безопасно для детей. После того, как проба взята, она отправляется в лабораторию санитарно-гигиенических исследований. В отделе пищевых продуктов ее взвешивают, чтобы узнать фактическую массу, затем выпаривают влагу, после чего берется анализ на количество белка и жира. А вот углеводы, как и энергетическую ценность школьного обеда, вычисляют расчетным методом. Для исследования жира мы используем прибор Кильдаля. Для этого нам нужно сначала озолить пробу на дегестере, затем, собственно, на самом приборе дальше идет разложение с помощью кислот. И весь результат мы записываем в таблицу. Норма калорийности блюд у школьников для каждого возраста разная. Она регулируется нормами Санпина. К примеру, для ребят начальной школы от 7 до 10 лет среднесуточная норма энергетических веществ должна превышать 2000 калорий. 2700 для подростков от 11 до 13 лет и 3000 для учеников до 17 лет. Нарушения в области питания отмечают в надзорном ведомстве сократились по сравнению с прошлым годом в два раза. В большей степени они носят режимный характер. Это неправильное ведение документации, отсутствие установленной информации в меню о содержании в блюдах белков, жиров и углеводов. До конца 2023 года такие проверки ждут еще около сотни аморских школ. Ольга Сусой, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Тысяча молодых и талантливых. В Благовещенске прошел парад студенчества. В областной столице это мероприятие провели уже во второй раз. Оно объединило первокурсников 10 СУЗов и 5 ВУЗов. За масштабным шествием наблюдала и наша съемочная группа. Колонну из тысячи первокурсников было слышно за несколько кварталов. Ребята, представляющие свои СУЗы и ВУЗы, скандировали речевки, пели песни, выкрикивали название учебного заведения. После того, как организационный инструктаж был закончен, шествие тронулось. Педагоги, агрономы, медики, артисты, парад студенчества объединил будущих специалистов из самых разных сфер. Для кого-то мероприятие стало способом для самовыражения, а кто-то был горд быть представителем своей альма-матер. Ну, это главное патриоты. Все, кто учится в АФМГУ, все патриоты, абсолютно все. Не знаю, ни одного не патриота, кто бы не восхвалял Россию. Вы посмотрели на наших ребят? Так что все красивые, все мощные, все мужчины и девушки. У меня еще со школы. Мне интересна вся эта культурная деятельность и участвовать в таких мероприятиях. С помощью этого ты можешь показывать себя и развивать свою личность и натуру. Вместе с первокурсниками в шествии приняли участие и педагоги. Многие из них отметили, что такое мероприятие хороший способ познакомиться с ребятами из других вузов и СУЗов, чтобы в последующем вести совместную работу между студенческими советами. Это очень круто. Заряд эмоций, адреналин прет вообще. Дети у меня кричат, свистят. Это вообще крутой праздник почаще таких мероприятий, потому что для молодежи это очень нужно, важно и это здорово. От триумфальной арки студенческая колонна двинулась в сторону общественно-культурного центра. Весь путь занял чуть больше 45 минут и вот виновники праздника шумно и весело появились на конечном пункте своего маршрута. На сцене общественно-культурного центра студентов-первокурсников ждала концертная программа от солистов и коллективов Благовещенска. Также работали интерактивные площадки. На сегодняшний день это очень важно проводить это мероприятие для того, чтобы показать мощь, силу, а самое главное единство нашей молодежи города, потому что молодежь участвует в различных мероприятиях, которые проводятся в Благовещенске и мы показываем, что им не все равно, они всегда участвуют и они всегда позитивные. В конце студенческого парада состоялось торжественное награждение самой активной молодежи. Это ребята, которые в течение всего лета проводили мероприятия и внедрялись в социально-экономическое развитие города. Таких набралось 10 человек. Ольга Цесо, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. Более 70 событий и самые лучшие книжные новинки представили в Благовещенске в рамках фестиваля «Берег». Мероприятие, которое традиционно собирает всех любителей чтения, прошло уже в шестой раз. Но впервые его основной площадкой стала Центральная площадь Ленина. Первые два года фестиваль проходил под другим названием и лишь в последнее время он стал называться «Берег». В этом году в нем приняли участие писатели и издатели из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока. Площадка мероприятия стала не только местом, где можно было познакомиться с литературными новинками, но и поучаствовать в различных мастер-классах, дискуссиях и встречах с современными авторами. У нас очень обширная местная программа, наши местные литераторы мне кажется, только в этом году наконец раскрылись по полной, очень активно участвуют, есть диспуты, есть какие-то смешанные мероприятия между, например, московскими и нашими местными писателями, такие достаточно активные диспуты, где люди спорят, что-то доказывают, хохочут, в общем, интересно. Книжный фестиваль проходил в Благовещенске три дня, за это время его посетителями стали сотни амурчан. Среди них был и губернатор области Василий Орлов. Здесь глава региона приобрел несколько детских книг для своей дочери. Песни, теплые слова, поздравления. 21-й фестиваль кино и театра «Амурская осень» 17 сентября завершил свою работу. Лучшим актерам, операторам, режиссерам вручили 22 журавля. Церемония закрытия прошла в областной филармонии. Подробности далее. Две недели, учитывая пролог по Амурской области, мы включали свет и зажигали сердца спектаклями, фильмами, творческими вечерами и встречами. 40 российских кинопремьер, 9 спектаклей, а также более 50 внеконкурсных картин подарило амурскому зрителю 21-я осень. Закрытие мероприятия стало яркой праздничной точкой. Президент фестиваля Сергей Новожилов по традиции вел церемонию. С приветственным словом выступил губернатор Амурской области Василий Орлов. В этом году более 80 мероприятий было проведено. География совпадала с географией Амурской области, начиная с удаленного Тындинского района, заканчивая Райчихинском. Везде полные залы, аншлаги, аплодисменты, улыбки, замечательные эмоции. Поэтому Амурская осень большое вам спасибо. Глава региона вручил и первую на этом вечере награду спецприз губернатора. Ее получил Александр Пашутин, который в этом году отмечает 80-летие, но снимается до сих пор. Еще один Амурский спецприз за вклад в комедию имени Гайдая, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, получил Аркадий Инин. Его вручал глава свободного города, в котором родился режиссер советских комедий. Постоянного участника фестиваля Юрия Чернова отметила исполнительная дирекция. Это действительно, наверное, самый трогательный приз, потому что формулировка у него такая запреданность амурскому зрителю. И вручаем мы этот приз тем людям, тем личностям, тем персонам, тем легендам, которые проехали почти по всей Амурской области. Вручается Юрию Чернову. Народный артист России Юрий Чернов. Я очень люблю ваш край, я люблю ваших зрителей, и я вам очень признателен, я вам готов служить всегда. В предыдущие годы в фестивале кинотеатра участвовали фильмы из Поднебесной. После пандемии традицию возобновили, и короткометражный фильм из Канэр «Зеркальное озеро» получил журавля. Гран-при имени Валерия Приемыхова в конкурсе полного метра достался фильму «Агата и сыск выгодный риск». Для вручения вышло все жюри. Зрители сегодня приходят в кинотеатры за аттракционом, за развлечением, и не приходят туда за работой над собой, работой со своей собственной душой. А такое кино, драма, детектив, то есть фильмы сложных жанров уходят на телевидение и уходят на цифровые платформы. И мы решили поддержать этот тренд, эту правду, на самом деле, потому что это правда, и дать приз картине, которая была изначально создана для телевидения и цифровых платформ. Неожиданно, честно, вот я не лукавлю. Добрый вечер, уважаемые зрители, гости и участники фестиваля. Называется «Сходил за хлебушком». Приехал представить картину, потому что некому было. Представил. Церемония закрытия Амурской осени длилась больше двух часов. 22 журавля отправили в Санкт-Петербург, Москву, Омск, Китай. Напомню, 21-й фестиваль проходил с 10 по 17 сентября. В рамках него члены жюри и участники сняли короткометражный фильм, который представят амурчанам на следующем фестивале. Такова картина уходящей недели. Следите за развитием событий вместе с нами. Смотрите новости Амурского областного телевидения в эфире, на сайте, а также в наших социальных сетях. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин